к вопросам, которые мне бы хотелось обсудить с вами на этом вебинаре. Конечно, мы не ожидали, чтобы получится такой отклик большой, но это только значит, что проблема, которую мы затрагиваем в нашем проекте, социально значима, и она интересна не только библиотекарям и педагогам, но и достаточно широкому кругу лиц, как написал в одной из анкет, представившийся очень заинтересованное частное лицо. Кроме педагогов и библиотекарей, у нас здесь есть и издатели, и даже предприниматели. Вот если мы посмотрим итоги анкетирования, которое было запущено непосредственно перед нашим вебинаром, мы видим, что уже на сегодня интерес к проекту проявили жители четырех стран, кроме России, это Украина, Латвия и Беларусь. 45 регионов России, но это достаточно большая цифра за такой короткий промежуток, когда было сделано первое объявление о проекте. Сейчас цифры немножко подкорректировались, уже чуть больше населенных пунктов, и уже заполнено больше анкет. Я сейчас в чате брошу ссылочку на свою презентацию, которая есть в документе Google. Если вам неудобно по какой-то причине смотреть в вебинарной комнате, можно будет открыть Google документы и смотреть презентацию оттуда. И еще одна ссылка – это ссылка на карту участников проекта. Ну вот последние данные я добавила сегодня утром. Как вы видите, достаточно много у нас сейчас участников, заинтересовавшихся проектом. Больше всего, конечно, у нас участников – это Свердловская область, Новосибирская область, ну и поменьше – Владимирская, Кемеровская и Ленинградская области. Если мы посмотрим по организациям, которые представляют наши участники, то мы увидим здесь 121 библиотека самых разных типов и видов, одна федеральная библиотека – это РГДБ, 17 региональных библиотек, 94 муниципальных и 9 сельских. И самые разные образовательные учреждения в количестве, вот 54, в том числе есть даже и Суворовское училище, Казанское и Суворовское училище. Конечно, мы рады, что попали в точку, и тема проекта «Социально значимая проблема», которую мы попытаемся решить в этом проекте, она получила такую поддержку. Мы постараемся вас не разочаровать и в дальнейшем. Кто же организаторы этого проекта? Ну, вы видите как раз здесь, вот на этом слайде, организаторов, партнеров, информационных партнеров и координаторов нашего проекта. То есть это непосредственно те люди, которые отвечают на все вопросы и могут в любой момент с вами связаться. На слайде есть и электронная почта координаторов проекта. Вообще, сетевой проект – это проект, действие которого происходит в сети интернет. Но, конечно, не все мероприятия, которые происходят в сети, можно назвать проектом. Проект должен обозначить какую-то проблему и наметить какие-то варианты ее решения и отследить, конечно, прогресс решения этой проблемы. Ну, сетевой проект – это, конечно, уже, наверное, навязло в зубах такое определение, что это примета нашего времени. Сейчас появляется все больше сетевых людей, основная деятельность которых проходит в сети интернет. И как следствие этого растет культурно-образовательный потенциал сети. Сетевые проекты, как правило, инициируются снизу. То есть вы видите, здесь самые разные организации. И что самое приятное, это не только библиотеки самые разные, но и у нас есть Екатеринбургский дом учителя. Я надеюсь, что это сделает наш проект очень интересным. Такое сотрудничество, оно не обязательно принесет свои плоды. Сетевой проект дает возможность задействовать гораздо больше ресурсов, чем есть у одной библиотеки или у одной школы. Неважно, у какой организации. Даже у самой крупной федеральной библиотеки нет столько ресурсов, как это может быть. Ну, вот в нашем случае у нас уже 121 библиотека и 54 образовательных учреждения. И все это, конечно, расширяет социальное партнерство библиотек. Мы складываем свои ресурсы и получаем самые разные... Возможно, наши цели и задачи участия в проекте будут разные. Кому-то непосредственно будет интересно поучаствовать в конкурсе электронных читательских дневников со своими учениками или читателями. Кому-то интересно будет получить новые знания о сетевых сервисах или о современной детской литературе, или о новых формах работы с детьми, о каких-то приемах работы с текстами художественных произведений. Все это есть в нашем проекте. Сетевой проект – это достаточно серьезный организационный процесс выстраивания сетевых коммуникаций всех со всеми. Организаторов, жюри между собой, участников проекта с организаторами и между собой также. Как выстроить коммуникации, какие инструменты задействовать – все это предлагает нам широкое поле для эксперимента. Значит ли это, что наша работа будет протекать только в сети? Конечно, нет. Мы предлагаем взаимодействовать участникам, библиотекарям, педагогам, всем заинтересованным лицам с живыми школьниками, учащимися нашими читателями. Работа строится вокруг текста, но с помощью самых разных интернет-сервисов. То есть мы ни в коем случае в этом проекте не забываем о нашей живой работе с нашими живыми детьми. Присоединиться к проекту, стать партнерами можно в любой момент любому заинтересованному лицу или любой организации. Достаточно просто заявить о своем таком желании. У меня уже сегодня в почте был вопрос от Ярославской областной научной библиотеки, какое участие в проекте могут принять областные библиотеки. Мне кажется, областные библиотеки могут стать такими координаторами проекта на местах, взяв на себя роль распространения информации, консультации, возможно, обучения своих библиотекарей на местах, для того, чтобы эти библиотекари, работающие с детьми, могли своевременно получать помощь и поддержку и получать своевременную информацию о проекте. Такими координаторами могут стать не только, конечно, областные библиотеки, районные библиотеки, наши центральные районные библиотеки, могут взять на себя роль координаторов проекта на местах, организовав работу со школьниками в рамках проекта в своем районе или в своем каком-то муниципальном округе или городе-поселке. То есть варианты могут быть самые разные. И все, что предложат наши партнеры, будущие участники, все это будет только способствовать и пользе нашего, и продвижению проекта. И, конечно же, решению тех проблем, которые мы обозначили в рамках нашего проекта. Почему же была выбрана такая тема? Почему же был инициирован такой проект? Все это знают, это ни для кого не секрет, что исследования последних лет демонстрируют нам падение авторитета библиотек в сфере продвижения чтения и низкие показатели читательских компетенций наших детей. Библиотеки, остающиеся в рамках традиционных форм и не опирающиеся в своей работе на лучшие образцы современной детской литературы, все с большим трудом сохраняют свои позиции в деятельности по продвижению чтения и повышению главного качества. Мы считаем, что используя арсенал новых интернет-инструментов, самых разных сервисов, опираясь на актуальный литературный материал, мы сможем сделать чтение увлекательным занятием и научить осмысленному внимательному отношению к тексту. И тем более, сейчас очень много говорится о новых в ГОСах по литературе, о вновь вводимом сочинении, и здесь роль библиотечных специалистов, хорошо ориентирующихся в современной литературе для детей и подростков и владеющих новыми технологиями, сделает их интересными партнерами для педагогов-словесников, школьных преподавателей. Что же мы предлагаем делать в рамках проекта? В чем будет заключаться наша совместная деятельность? Мы предполагаем объединить работу с текстом художественного произведения, так называемое глубокое прочтение, и представление личных читательских впечатлений о книге с помощью различных интернет-сервисов путем создания электронных читательских дневников в цифре. Включающих в себя аудио, видео, интерактивные плакаты, самые разные виртуальные путешествия, инфографику и так далее. В результате нашей совместной деятельности мы надеемся создать вот такой ресурс, содержащий рекомендации, методические материалы в различных форматах, и электронные читательские дневники, которые будут создавать наши дети. Ну вот сейчас я брошу в чат ссылку на блог нашего проекта. Возможно, кто-то уже подписался на этот блог. Так, ну вот, я бросаю эту ссылку на блог проекта. Кроме того, вся наша работа по проекту, и особенно первая ее половина, это образовательные мероприятия, будет активно освещаться на страницах нашей образовательной вики-среды, вики-сибириады. И сейчас я в чат брошу еще и ссылку на страницу вики-сибириады, на которых размещается информация о проекте. Так, вот сейчас я это сделала. В социальных сетях мы пока завели группу только на Фейсбуке. Ссылочку на группу на Фейсбуке я также отправляю в чат. Если у кого-то появится какое-то желание, вот еще одно из направлений работы в проекте. Стать координатором группы в каких-то других социальных сетях. Ну вот, например, ВКонтакте, это более известная нашим детям сеть. Там, где они гораздо более активно присутствуют, чем на Фейсбуке. Мы будем только рады. В любых социальных сетях можно распространять информацию о проекте, создавать какие-то новые группы. И что же мы предполагаем решить? Какую мы проблему все-таки предполагаем решить? Мы надеемся, что в результате нашей совместной работы по проекту с нашими читателями-школьниками мы расширим ключевые компетенции читателя-школьника до компетенций читателя-исследователя и творца. И кроме таких уже, можно назвать это старых, умений и навыков, умений читать и умений оценивать разнообразные тексты, мы считаем, что необходимо сформировать такие вот навыки и компетенции, как навык нахождения необходимой информации, текста или ресурса в цифре, умение критически оценивать тексты, отличать фейки от истинной информации, умение проводить читательские исследования, организовать взаимосвязь прошлых и настоящих событий, формировать свое собственное мнение, умение оценивать произведения искусства и литературы, применять знания к новым ситуациям, уметь использовать сервисы и инструменты для этого, сотрудничать в совместных действиях, создавать новые знания совместно с помощью самых разных интернет-сервисов и инструментов. И уровень этих умений будет определяться такими типами цифровой фиксации, например, ментальной картой по сюжету прочитанного романа, лентой времени по датам жизни и творчества писателя, видео в скрайбинге, проблемные вопросы в произведениях автора, облаками самых важных слов из книги, фотографиями в Инстаграме, например, ассоциациями на цитаты из поэтических произведений, страницами ВКонтакте или в блогах, с информациями о каких-то писателях, художественных произведениях. Все это будет с фото, аудио, видео и так далее. То есть со ссылками на созданные самостоятельно документальные какие-то материалы. Мы надеемся, что в проекте примут участие не только школьники, библиотечные специалисты и педагоги, но и мы привлечем самый широкий круг заинтересованных лиц, включая научных работников, родителей, бабушек, дедушек, писателей, издателей. Проведение проекта предполагает три этапа. Это сначала проведение обучающих мероприятий для взрослых руководителей детским чтением с января по 15 мая. С 1 марта по 20 сентября будет проводиться конкурс электронных читательских дневников, которые наши школьники будут создавать с помощью взрослых руководителей. И на третьем этапе предполагается подведение итогов конкурса и заключительная видеоконференция с объявлением победителей конкурса электронных читательских дневников и, возможно, с демонстрацией лучших работ победителей. Как пройти на вебинар? Как принять участие в обучающих мероприятиях? Во-первых, я хочу сказать, что вся информация по проекту будет рассылаться на те электронные адреса, которые вы предоставили в анкете. Вот та первая анкета, которую мы попросили заполнить, анкета участника проекта. На эти электронные адреса мы будем рассылать всю информацию, то есть когда, где, что будет происходить. Как вы видите, список достаточно большой, тематика вебинаров достаточно широкая. В основном, конечно, вебинары будут проводить для нас библиотекари практики, педагоги практики. То есть такой практический характер. Но есть и несколько выбивающихся за рамки такой практической направленности. Например, электронные библиотеки, которые Евгения Шаферт будет проводить 27 января. В перемешку с вебинарами, посвященными работе с текстом, будут, вы видите, и вебинары по работе с отдельными сервисами, которые мы будем предлагать для работы, для создания электронных читательских дневников. Вся информация о вебинарах, кроме рассылки, она будет размещаться, конечно, в группе на Фейсбуке, в блоге проекта, на страницах Вики Сибириады. Я сейчас дам ссылку на страницу Вики Сибириады, где есть расписание вебинаров с активными ссылками. Конечно, очень список большой. Возможно, какие-то изменения в расписании. Обо всем этом мы постараемся вас заранее предупредить. Материалы вебинаров будут размещаться в свободном доступе. Если вы не сможете посмотреть вебинар, можно это сделать уже после того, как мы его проведем. Как принять участие в вебинаре? На этом слайде алгоритм участия в вебинаре. Что нужно сделать? Открыть страницу с расписанием вебинаров, перейти на актуальный вебинар, на страницу с актуальным вебинаром. Вот у меня второй слайд, вторая картинка, рисуночек. Найти раздел, как принять участие в вебинаре и самостоятельно зарегистрироваться. То есть нажать ссылку «Зарегистрироваться» и заполнить форму. Кто-то из вас уже принимал участие в вебинарах, заполнял подобную форму, и даже в этом вебинаре есть самозарегистрировавшиеся. Большинство участников сегодняшнего вебинара я регистрировала сама. Так вот, в следующий раз просьба самостоятельно зарегистрироваться на вебинар. Заполняйте форму, фамилия, имя, отчество и указывайте электронную почту. Обязательно электронную почту, для того, чтобы вам приходили уведомления за 24 часа и за 1 час до начала вебинара и ссылка. Если у нас будет так много участников, у нас, к сожалению, лимит подключений 100. Больше просто нет возможности. Поэтому старайтесь регистрироваться заранее и выходить в вебинарную комнату заранее. Далее, после того, как вебинар у нас будет завершен, мы запишем и выложим запись вебинара в разделе на страничке материала вебинара будет выставлена запись вебинара и презентация. В конце презентации будет ссылка на анкету, которую необходимо заполнить. В этот раз, в этом проекте, в этих обучающих мероприятиях основанием для выдачи сертификата участника вебинаров будут являться ответы на вопросы анкет. Каждый вебинар у нас будет заканчиваться анкетой. Это форма Google. Вы заполняете информацию о себе для того, чтобы мы знали. Я, конечно, прошу прощения, что каждый раз вам придется одно и то же о себе писать, но просто иначе никак не получается. И нужно будет ответить на вопросы вебинара. Ну, может быть, два-три вопроса к каждому вебинару. Вот здесь пример такого задания. Выберите наиболее заинтересовавший вас сервис и поделитесь своими идеями, как можно его использовать при создании читательского дневника. Для получения сертификата достаточно выполнить задания 15 вебинаров до 15 мая 2015 года. То есть после этой даты мы окончательную проверку уже производим всех выполненных работ и уже будем выписывать сертификаты. Обратите, пожалуйста, внимание, что сейчас у нас вот такое условие. Нужно будет выполнить простые задания, заполнить анкету и выполнить задания 15 вебинаров из тех 20, которые мы сейчас вам предлагаем. Следующий этап нашего проекта – это конкурс, который будет проходить с 1 мая по 20 сентября. На слайде вы видите номинации конкурса и вы видите, что кроме номинаций работы еще будут рассматриваться по группам в каждой номинации. То есть всего у нас получается 6 победителей. Для победителей у нас уже есть призы. Мы предполагаем, что вот все эти 6 победителей получат смартфоны. Есть второе и третье место. То есть также есть какие-то... Также есть призы. Это все на странице Вики Сибириада описано. Что же ждет победителей, какая будет награда. И мы хотим отметить библиотеку, активно работающую с читателями в плане создания электронных читательских дневников и представления их на конкурс. Такая библиотека также будет отмечена в рамках этого конкурса. Что же мы ждем от вас? Что представляется к экспертизе? Это должен быть электронный читательский дневник, созданный не позднее 2014-2015 года в сервисе SyncLink. Это самый простой сервис, который только можно найти. И в этом сервисе можно будет собирать ссылки на ваши материалы, на детские материалы, разработанные в процессе работы над электронным читательским дневником. Здесь вот варианты перечислены, но вы можете добавить и свои какие-то варианты. Кое-где у меня есть ссылки активные. Если презентацию мою посмотрите в Google, везде это можно провалиться, посмотреть, как будет выглядеть работа, созданная вот в таком сервисе. После того, как ваш электронный читательский дневник создан, только после этого мы предлагаем вам заполнить анкету участника конкурса. То есть не нужно заполнять анкету, если пока еще у вас работа не создана. Проваливайтесь по ссылочке, заполняйте анкету участника конкурса и обязательно не забывайте добавлять ваши контакты. Это нужно для того, чтобы мы могли с вами связаться, что-то подсказать или в случае получения награды. Поэтому, пожалуйста, указывайте ваши контакты правильно, для того, чтобы у нас не было таких проблем. И можно добавить самостоятельно свой электронный дневник на коллективную вот такую доску, созданную в сервисе Padlet. Это тоже очень просто. Обучалки будут предоставлены для участников конкурса, для взрослых руководителей. И я уже подхожу к концу своего выступления. Я уже немного заканчиваю. Значит, всех участников, кто собирается и дальше принимать участие в наших обучающих вебинарах, я прошу заполнить анкету участника сегодняшнего вебинара. Она очень простая и займет у вас, может, минут пять, не больше. Вот после того, как вы сейчас прослушаете весь вебинар, можно будет перейти по ссылке. Так, а я, по-моему, на анкету ссылку себе отдельно не сделала. Нет. Так, ну, можно будет перейти по ссылке и заполнить анкету. Ссылочку я сейчас попозже в чат брошу. А сейчас я хочу предоставить слово Елене Сергеевне Квашниной, директору Екатеринбургского дома учителя. Елена Сергеевна, подключайтесь, пожалуйста, к нам. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Слышно? Что-то немножко у меня сбилось с камеры. Меня слышно? Поставьте, пожалуйста, плюс, если слышно хорошо. Спасибо, уважаемые коллеги. Вижу, что вы меня слышите. И очень рада приветствовать всех тех, кто сегодня подключился к нашему вебинару. Спасибо большое организаторам этого мероприятия, в первую очередь, Смутневой Елене Григорьевне, которая нас приглашает уже во второй проект. Нас я имею в виду учителей и школьных библиотекарей. Первый вопрос, который я предлагаю в своей презентации, зачем объединяться педагогам и библиотекарям? На мой взгляд, сегодня без этого уже невозможно обойтись ни библиотекам, ни школам. И очень отрадно, что второй российский проект, в котором мы принимаем участие, дает нам возможность такого сотрудничества и взаимодействия. Мы нужны друг другу. Нам так кажется, потому что у библиотекарей есть колоссальный опыт работы с читателями, которым они могут поделиться с педагогами. У педагогов есть замечательный опыт, которым они могут поделиться с библиотекарями. И вот наши совместные усилия по обмену этим опытом, по взаимодействиям помогут и нашим ребятам стать более талантливыми читателями, вдумчивыми, обладать теми компетенциями, которые необходимы. Уважаемые коллеги, я еще раз вас приветствую в нашем большом и интересном проекте. И надеюсь на то, что он каждому из нас принесет какое-то удовольствие, не только пользу, но и удовольствие от сотрудничества, от взаимодействия. Для того, чтобы лучше понять библиотекарям публичных или научных библиотек, школьного библиотекарям, можно обратиться к тем материалам, которые уже на сегодняшний день есть в сети. Во-первых, это доклад Ольги Константиновны Громовой, который размещен на сайте РГДБ.ТВ. Я сейчас кину ссылочку на этот доклад. Возможно, уже кто-то его посмотрел, послушал, но буду рада, если для кого-то сделаю такое приятное открытие. Ольга Константиновна на ежегодном Всероссийском совещании директоров детских и юношеских библиотек говорила о том, почему сегодня так важно наше сотрудничество. В первую очередь, конечно, поднимался вопрос федерального государственного стандарта, о котором Елена Григорьевна сегодня уже упоминала. Для тех, кто работает в школе, аббревиатура в ГОС уже хорошо знакома, но мне бы хотелось все-таки немножко еще подчеркнуть. Дело в том, что есть важное отличие стандарта нынешнего поколения от стандарта предыдущего. В школе всегда были стандарты, но сегодня, когда стандарт меняется, есть колоссальное отличие. Если раньше школьный учитель, учитель литературы, имел тот набор произведений, список произведений, который обязан прочитать ученик по окончании 11 класса, то сегодня выбор произведений не регламентируется федеральным государственным стандартом. В настоящий момент возникают вопросы, как же быть с итоговой аттестацией, когда мы даем на откуп учителю тот список литературы, с которым он приходит в класс, и, возможно, какие-то изменения будут внесены. Однако на сегодняшний день строгого регламентированного списка, с которым должны познакомиться учащиеся с 1 по 11 класс, не существует. И, конечно, вот в такой непростой ситуации, когда оказывается учитель, ему необходима помощь библиотекаря. И помощь библиотекаря не только школьного, но и библиотеки публичной или научной библиотеки, детской библиотеки, любых библиотек, где работают квалифицированные специалисты, которые могли бы рекомендовать художественные произведения и в первую очередь произведения современных авторов, с чем в школьных библиотеках при современном комплектовании, конечно, возникают сложности. И еще одно отличие федерального государственного стандарта от стандартов предыдущих. Если раньше мы считали, что проблема чтения касается в основном учителя русского языка и литературы, то сегодня стандарт утверждает, что проблема чтения касается каждого педагога и библиотекаря в том числе, работающего в школе. Есть метапредметная программа основы смыслового чтения и работа с текстом, которая должна быть реализована всеми теми участниками образовательного процесса, которые обучают школьников. На уроках физической культуры мы можем заниматься реализацией программы основы смыслового чтения. На уроках иностранного языка, на уроках математики и физики. И, конечно, в такой ситуации помощь библиотекарей вновь будет педагогам необходима, крайне необходима. Об этом же говорит и Сергей Владимирович Волков в своем докладе, который также размещен на сайте Российской государственной детской библиотеки. Я сейчас выложу лекцию для тех, кто эту лекцию пока еще не слушал. Кроме этого, порекомендую использовать в работе доклад Сергея Владимировича, который опубликован в журнале «Библиотека в школе. Январский номер». И еще вот те, кто в Фейсбуке присутствуют, уже видели эту новость, но мне хотелось бы еще сейчас, пока есть такая возможность, об этой новости сказать. В настоящий момент издательский дом «Первое сентября», который как раз выпускает методические журналы, в том числе и журнал «Библиотека в школе», предлагает всем педагогам, библиотекарям школ подключиться к проекту «Школа цифрового века». И в списке тех, кто может подключиться к проекту бесплатно, 10 областей. Пройдя по ссылке, которая предложена пока в презентации, сейчас я ее тоже брошу в чат, вы, уважаемые коллеги, сможете узнать о том, как подключиться к школе цифрового века для того, чтобы ваше образовательное учреждение в течение первого полугодия 2015 года бесплатно получала методические журналы, в том числе и журнал «Библиотека в школе». Доступ предоставляется к электронным версиям этих журналов. Ну и еще на чем хотелось бы остановиться. Вот до этого момента я все говорила о сотрудничестве библиотекарей и педагогов. Конечно, у каждого из нас с вами есть свои проблемы. Конечно, то количество бумажной работы, которую выполняют библиотекари и педагоги, оно хорошо и мне известно и всем вам. Однако для того, чтобы было какое-то результативное, во-первых, взаимодействие, а во-вторых, какое-то вдохновение и отдохновение, наверное, нужно расставлять другие приоритеты и не только переживать по поводу того, как сложно нам работать сегодня, но и включаться в такие интересные проекты, как тот проект, о котором мы сегодня с вами говорим. Ну а сейчас еще, чтобы показать нашу разницу, я предлагаю вам послушать небольшой фрагмент из рассказа Татьяны Толстой «Легкие миры». Возможно, вы уже познакомились с сборником Татьяны Толстой, который вышел в 2013 году, в 2014 году. Татьяна Толстая говорит о том, что в этом сборнике помещены в основном автобиографические произведения. И вот тот рассказ, который дал название всему сборнику «Легкие миры», дает нам представление о том, как автор и лирическая героиня этого произведения работала преподавателем в штате Нью-Джерси со студентами колледжа. «Я работала в маленьком колледже далеко от дома на севере. Два дня в неделю, в понедельник и в среду. Я должна была учить студентов писать рассказы. Мы сразу говорили студентам, что научить этому нельзя. Но они только криво усмехались, считали, что взрослые врут, сами-то вон умеют. Мало кто из них особо старался, но меня не это раздражало. Хуже было то, что они совсем не умели читать и не хотели понимать, как это делается». Я хочу обратить внимание на одну фразу. Меня это раздражало. Учительский подход к тому, что ученик не прочитал художественного произведения. Он здесь очень ярко отражён в рассказе Татьяны Толстой. И ещё одна фраза, ну, простите, буквальная. «Мне совершенно наплевать, что скажет Стивен. Моя задача – не дать этому хитрожопому сопляку, всю ночь курившему Анашу, пахнет до сих пор, и только что подрезавшему меня на своём парше и занявшему моё место на парковке, обегорить меня и скрыть тот факт, что он рассказа не читал». Ну вот наш подход, учительский подход к чтению текстов, художественных произведений нашими учениками отличается от подхода библиотекаря. Мне бы хотелось, и я думаю, что всем организаторам нашего проекта, чтобы в этом проекте был не чисто учительский подход заставить ученика прочитать тот текст, который ему может быть не всегда интересен, а вот подойти так, как обычно подходят к чтению художественных текстов своих читателей-библиотекарей, сделать это чтение увлекательным. Именно в этом будет точка соприкосновения, на мой взгляд. Педагоги расскажут о практике работы с текстом, а библиотекари, наверное, попытаются показать те интересные способы мотивации обучающихся, как заинтересовать школьника текстом классического произведения, который не всегда ему понятен и, может быть, не всегда интересен. Уважаемые коллеги, я вижу, что в чате появились вопросы, и на вопросы я сейчас постепенно буду отвечать. Ну, а пока на этом мой короткий такой выход в вебинарную комнату заканчивается, и я готова передать слово Ивашиной Марине. Здравствуйте, коллеги. Мне бы хотелось остановиться на некоторых моментах нашего проекта, который, я считаю, ноу-хау, изюминка, то, что его отличает, может быть, от многих других проектов. Я считаю, что это синтез гуманитарных и онлайн-технологий, потому что у нас либо социально важные проекты, которые никак не связаны с технологиями, либо мы изучаем, мы погружены полностью в технологии и действуем исключительно как технократы, а вот там, где можно и новые гуманитарные какие-то открытия использовать в плане технологий и онлайн-технологий, таких проектов у нас очень мало. И мне кажется, что они очень много могут дать. И вот, в частности, книжный шкаф наш, он эти возможности предлагает. Ну, поскольку я уже выступаю в самом конце и многие уже устали, я хочу немножко, как бы, разбавить такими хулиганскими выходками наш вебинар и чтобы было некоторые вещи понятнее, как их я воспринимаю, как их воспринимают многие другие, кто только начинает выступать в этом вебинаре, участвовать в вебинаре. Как большинство библиотекарей относятся к сервисам, к онлайн-технологиям, когда они о них слышат впервые? Вот перед вами выражение лиц библиотекарей, которые впервые услышали слово «сервисы». Мне приходится много выступать на разных семинарах, и вот таких вот лиц я очень много видела. Это лица людей, которые увидели в темноте собаку Баскирви. Примерно вот так. И несчастные не представляют, что сервисы – это не так страшно, как многое другое, что встречается в нашей работе, которое намного страшнее, мне кажется. А в частности, труднее намного, чем сервисы – это сами проблемы с чтением текстов, интерпретацией, посмыслением, созданием собственных новых смыслов. Существует мнение, особенно у старой школы библиотекарей, что технологии применительно к чтению вообще неприлично упоминать. Какие технологии? Чтение – это процесс творческий, и о технологии – это нечто стандартизированное. Можно ли говорить о каких-то технологиях? Это как бы опошляет сам процесс высокий, высокодуховный процесс восприятия высокой культуры, культуры слова. Один очень известный библиотекарь, часто выступая на больших конференциях, упоминал о том, что вот ее бабушка, имея четыре класса церковно-приходской школы, научила ее читать без всяких технологий. И она прекрасно читает, умеет анализировать, понимает текст, чувствует его. И это совершенно лишние технологии. Да, то есть сам процесс чтения – это творческий. Существуют мастера, которыми не нужны никакие технологии. Они прекрасно обойдутся без них. Но есть те, для кого технологии станут своеобразной подсказкой. Это шпаргалка, которая лишь поможет сориентироваться и начать тот разговор, который может быть труден для начала. И вот в нашем проекте будет несколько вебинаров, посвященных именно гуманитарным технологиям. Гуманитарным технологиям понимания текста, работы с текстом. Это авторские школы, либо целые системы, библиотекари, которые на практике отработали те или иные методы, и они зарекомендовали себя в работе с считателями. Вот, в частности, я, например, хотел бы поговорить о ромашке Блума и шести шляпах мышления. Многие уже слышали, например, о шести шляпах мышления, но не умеют прочесть в нем в шести шляпах книгу. Чтение идет на уровне одной белой шляпы. И искусство понять текст во многом зависит от умения правильно задать вопрос. Это вот лишь одни, всего лишь две технологии, которые я назову. А их у нас будет названо, возможно, несколько десятков, которые помогут, собственно говоря, разобраться с текстом. Что такое сервис? Это программка, куда ты вставляешь текст и картинку в определенной последовательности. Программка уже создана, она есть, но от тебя зависит, какой текст и какую картинку ты туда заложишь. А это и есть идея. Это и есть твое собственное прочтение, твое видение. Это то, как ты научил работать с текстом своего читателя. Поэтому вот то, что нанесено на текст слайда, это вот технологии гуманитарные и технологии сервисы, большинство из которых это облачные технологии, они и помогут нам разобраться, что такое читать строчки, самый низший, самый первый и самый примитивный уровень. Что такое читать между строчек? Это уже интерпретация текста, немножко посложнение. И что такое читать за строчками? Это уже высший уровень создания каких-то собственных новых смыслов. Это уже высший уровень чтения. Чего мы хотим в своем проекте? К чему мы хотим прийти? Это вот новые подходы, отношение к привычным процессам, объединение вот этих технологий, чтение гуманитарных и онлайн технологий. Они должны привести к тому, что мы заинтересуем детей, им будет интересно читать, думать, решать творческие задачи. Ну а взрослые получат новый эффективный инструмент, с помощью которого они смогут как-то иначе повернуть свою работу. Очень важно для нашего проекта – это использование новых книг. Хотя в положении... Хотя в положении в нашем сказано, что мы работаем и с классикой, и с любыми книгами, которые выберут дети, но для нас представляется очень важным все-таки использование новых книг. Актуальный материал, он позволяет взглянуть иначе на литературу. Актуальный литературный материал. Поэтому мы бы хотели все-таки, чтобы библиотекари познакомились с новыми книгами. И несколько вебинаров будет посвящено новым книгам. И очень хорошие специалисты будут выступать на эту тему. Евгения Шаферт. Я очень люблю ее обзоры и считаю, что она может очень хорошо представить и показать, и заинтересовать библиотекарей. Ну и много раз мы говорили о том, как именно библиотекари могут следить за новинками книг. Это обязательно знать из каталога 100 новых книг для детей и юношества. И заходить на сайты и следить за конкурсами, литературными конкурсами книгуру и Кропивинской премии, потому что это именно новая актуальная литература для подростков. Ну и быть завсегдатами сайтов. Кидридер и Пап Мамбук, тот, кто работает с подростками, наверное, не может обойтись без этой литературы. Задан вопрос, будем ли мы рассказывать о литературе для тех, кому больше 16-ти. Да, такая литература есть. Такая литература есть. Потому что конкурс у нас адресован тем до 18 лет, поэтому такая литература будет затронута. Теперь несколько слов о номинациях. Они были названы Еленой Григорьевной. Я хочу еще раз несколько слов сказать об этом. Номинация «Золотая полка». Вы помните слова «Откуда взялись в нашем книжном шкафу?» Есть несколько полок. Эти полки, они, наверное, могут быть исчерпывающими для того, чтобы выбрать книги подросткам, современным подросткам. «Золотая полка» — на которую ставятся любимые книги. Это слова Олеши. Многие их очень помнят. Многие их помнят, но появилось поколение, для которых, оказывается, эти слова были неизвестны. Поэтому я просто напоминаю. Проблема отсутствия комплектования существует везде, но каждый ее решает по-своему, поэтому здесь я не буду останавливаться. Эта проблема неизвестна. Муниципальное объединение библиотеки Екатеринбурга тоже официальным путем не комплектуется. Но есть неофициальные пути. У каждого они свои. Сейчас я уже не буду отвлекаться, просто продолжу дальше. Иначе мы увязнем в проблемах, где брать новые книги. Это другая проблема совсем. На «Золотую полку» каждый может поставить свою любимую книгу. Это может быть и «Том Сойер», и «Маленький принц». Книги, изданные давно. Но мне бы хотелось, чтобы не прошли мимо внимания те книги, которые могут заинтересовать именно современного подростка. Там он, где он может говорить и думать о себе. Ведь вот в тех сочинениях, те темы, которые уже будут в январе даны, и которые вот сейчас мы известны нам уже, там формулируется тема. Формулируется тема о книге, как уже сказала Елена Сергеевна, не названной. То есть нужно размышлять о жизни, о себе, и о себе, о своем месте в этой жизни, о своем понимании проблем этой жизни на литературном материале. И вот современная литература такой материал дает. Есть очень хорошие авторы, без которых просто на эту тему говорить трудно. Учителя часто рекомендуют книги 60-х годов прошлого века. А это совсем не та литература, по которой можно говорить о проблемах сегодняшнего дня. Но пропустить книгу «Громовой» и «Сахарный ребенок», например, очень-очень жалко. Я буду, например, на примере этой книги потом, впоследствии, показывать некоторые технологии. Мне бы очень хотелось, чтобы библиотекари ни за что не пропустили. Наверное, подростки потеряют многое, если они не познакомятся с книгой Мариной Арамштам или с книгами Жволевского и Пастернак. То есть есть авторы, которых нельзя пропустить. И проект наш имеет хорошую возможность именно поговорить об этих книгах. О книгах о войне мы будем говорить обязательно. Год наш юбилейный, особый. Мы будем говорить много. Но многие предпочтут говорить о тех книгах, которые уже есть в их запасе, в их арсенале рабочем. Это, возможно, Катаев, «Сын полка» и Иван. И еще несколько книг, известных «Четвертая высота» и «Ильиной». Но есть те книги, которые заставят поговорить несколько иначе. Во-первых, угроза фашизма – это уже недалекая история, сегодняшний день. И поэтому те книги в вебинарах, этот обзор буду делать я, мне отдали этот обзор. И мне бы хотелось побольше поговорить о современных книгах, потому что можно говорить о сегодняшнем дне. И познакомить с современными сериями, например, с современной серией «Самоката», как это было. Вот у меня эти четыре книги вынесены на слайд. Номинация «Знай наших», она, возможно, будет называться у вас иначе. Мы очень долго искали название для книжной полки, которое могла бы рассказать о своих, о местных авторах. Вот у нас это будет «Уральская книжная полка», у «Сибиряков» – «Сибирская книжная полка». Остальные вы можете назвать это по-своему. Это будут ваши авторы. Вы можете любовное название для этой книжной полочки предусмотреть. Но я очень горжусь нашими авторами – Светланой Лавровой, Ольгой Колпаковой, Олегом Райаном, Еленой Ленковской. Их книги издаются, они получают международные премии, российские премии. И об этих книгах можно говорить очень много. Точно так же вы гордитесь своими авторами, и ваши дети, и ваши читатели будут говорить об этих книгах. И это правильно. Сейчас несколько слов о критериях. Мы эти критерии используем уже в нескольких проектах, и поэтому уже есть какой-то опыт, который позволяет нам посмотреть, как были выполнены те или иные работы. Вот первый критерий – авторская позиция. Хочу напомнить вам известное очень высказывание Джозефа Конрада. Писатель пишет только половину книгу, а вторую половину пишет читатель. Вот эта вторая половина и есть авторская позиция. Предыдущий конкурс «Классика в неформате» показал у нас, что именно вот с этим критерием у нас очень большие проблемы. Библиотекари были настолько увлечены самими сервисами, программами, исполнением буктрейлеров, что дальше они уже не думали. Для них важно было пересказать то или иное литературное произведение. То есть добросовестный пересказ – это еще не вся работа. Требуется половина, вторая половина книги, написанная читателем, созданная им. Это и есть те новые смыслы, которые создаются во время чтения книги. Читая книгу, читатель думает о себе, о своем месте в мире, о своем взаимоотношении с людьми. Вот это и есть вторая половина книги. Именно она очень важна. Я, когда буду говорить о технологиях в одном из вебинаров, технологиях чтения, я покажу на конкретных примерах. У меня в учебниках, я один из авторов двух учебников по информационной культуре «Человек и информация». И в одном из учебников я показываю на смешных детских рассказиках любую позицию технологии чтения я показываю на примере смешного детского рассказика. Очень доходчиво. Мне кажется, будет интересно и смешно. Вот второй критерий – это оригинальность художественной идеи и способов ее раскрытия. Мне кажется, художник Алекс Дубас очень хорошо показал. Вот на картинке перед нами Пикассо и Дали рисуют яйцо. Вот перед ними яйцо. Вот, пожалуйста, художественная идея Дали и художественная идея Пикассо. Это их видение, их решение. Вот это те новые смыслы, которые они создали, видя перед собой одно и то же яйцо. И точно так же никогда два читателя не прочтут одинаково маленького принца или Тома Сойера. Потому что у них свой читательский опыт, свои друзья, свое отношение. Все другое. И свой литературный запас, и свои ассоциации, свои. Это все другое. Это будут разные отзывы, разные читательские дневники. Третий критерий – это мастерство технической реализации идеи. Вот у каждого поколения свои инструменты. Вот я в свое время училась рубаночком делать лопатку для подшипного детского сада. Это был инструмент, который был очень сложен для меня. Но потом я научилась, и подшипный детский сад получил лопатку, которую я выстрогала, деревянную лопатку, которую я для них выстрогала. А потом мне нужно было рассказать о нашем Содружестве детских писателей. И я нашла более хороший инструмент, подходящий для этого Содружества детских писателей – это ментальную карту «Спайдерскрайп». И вот она перед вами. То есть каждое время требуют свои инструменты. И для читательского дневника вам будет предложено очень много инструментов. Но каждый выберет только свои. Возможно, это будет 3-4 инструмента, но которые будут очень точно соответствовать индивидуальности читателя. И той книге, которая попадется, и о которой ваш читатель захочет рассказать. Ну и соединившись вместе, и технические, и гуманитарные технологии должны дать эффект какой-то эмоционального взаимодействия. Очень сильно нас огорчали ошибки. Изобилие ошибок. Поэтому критерий грамотность особо нам не учтен. Проверяйте, пожалуйста, ошибочки. Это очень важно. Ну и в заключении, это, конечно, соблюдение законодательства. Все картинки, то есть понятно, что мало требуется вообще-то спрашивать разрешение автора на использование той или иной картинки. Но для читателя хотя бы важно знать имя художника, иллюстрацию которого он использует. Он должен подписывать все то, что он делает, он должен подписывать. И при поиске картинок это нужно делать сразу же, иначе потом придется искать отдельно. Я дала некоторые ссылочки, которые можно будет с презентации взять, чтобы посмотреть хотя бы краткую интерпретацию этого авторского права применительно к нашим делам. Ну и успехов всем нам. Проект очень интересный. Мне кажется, мне вот уже так интересно в нем работать, что мне кажется, что и всем должно быть, наверное, так же интересно. Контактов у меня много. Коллеги, спасибо вам огромное. Самые лучшие партнеры, какие только можно пожелать себе в сетевом проекте. Спасибо всем присутствующим. У нас сегодня 100 человек. Запись сегодня обработается, вебинары, и будет выложена на Ютубе. Ссылочки все будут даны на страницах нашего проекта и отправлены по вашим электронным адресам. Большое всем спасибо. До свидания. Следующий вебинар у нас будет 27 февраля в 10.00. Пожалуйста, заражите. Субтитры сделал DimaTorzok